Всем здорова! Мы сейчас вместе с вами, по традиции, в субботу смотрим свежий ролик Доктора Гнуса, свежий выпуск. В этот раз мы будем выяснять, что если всё отбросить и жить в бочке. Как мы знаем, история знает такой случай, знаешь, Диогена. Такой мужик, который в бочке жил, такой философ. Он решил, что, короче, ему не нужны хоромы, ему не нужна всякая там цивилизация и благоцивилизация, решил просто в бочке тусить. Мне знаешь, что напоминает? Это бомжиков, которые в коробках живут, по сути, как бы это то же самое. Короче, погнали, в связи с видосом про бомжика. Значит, ты утверждаешь, нужно жить без пафоса, без понтов и без земных благ. Ага, а почему? Не, без пафоса и без понтов это нормально, как бы, жить, окей, но без земных благ. Без земных благ. То есть специально... А зачем они создаются? Потирать попу листиком лопухом вместо туалетной бумаги чудесной. Не использовать электричество, а свечки будем пользоваться. Или вообще готовить еду, не готовить, а ест сырую, потому что нельзя, там, пользоваться плитой, например. Ну, не, надо ими пользоваться. Это как-то слишком. Да. Быть зависимым рабом. Так. Не, я не хочу быть зависимым рабом. Внимание, пиздельники! Мне предложили стать духовно свободным и независимым. Но сперва нужно кое-что затестить. Систенки, идите... Я заметила пасхалку. Ты смотри, все отдыхают, жарят шашлыки, а один чувак моет пол. Если присмотришься, у него перебинтованный пальчик. Помнишь, там был такой один расходник с перебинтованным пальчиком, который, походу... Мне кажется, это не простой расходник. Мне кажется, он выживет и попытается сместить доктора Гнуса. Вот так вот. Бочки для расходников. Жил на земле дядька и звали его Диоген. Славился он тем, что в какой-то момент решил отречься от всех земных благ и жить как бомж. Демонстрируя всем, что человек может быть счастлив, не имея ничего. Грязью. Ну, чё вы стоите? Глазами хлопаете. Разбирайте каждый себе по одной бочке и заселяйтесь в них. Интересно, что до того, как Диоген стал популярным философом, он был фальшивомонетчиком. А даже его обвинили в данном преступлении, ему пришлось податься в бега. Скрываясь от закона, Диоген встретился с философом-антиспеном. Я не знаю, что тот ему напел, но в итоге Диоген прикатил в центр города Карин большой пифос и стал в нём жить. Ну как, чувствуете себя уже свободными? Как-то не очень, да? А может, дело всё в бочках? Сесенки, давайте заменим бочки на пифосы. Пифос – это керамический сосуд высотой полтора-два метра. О, мне кажется, он такой ненадёжный, он же из керамики, он же может разбиться. Прикинь, детишки рядом камни пинали, гуляли и взяли пифос твой, разбили, и всё, нету дома. Ну да. Живи без пифоса, получается. Не чувствуется какая-то защита в нём. В Древней Греции его обычно полностью закапывали в землю и использовали для хранения зерна, масла, воды и прочих продуктов питания. Как холодильник. Судя по вашим лицам, духовная свобода где-то ещё далеко. Да и холодает, чувствуете? Сесенки, добавьте каждому расходу. Это, видимо, они пытались добраться до цивилизации, но напоролись на сыровую преграду. Попаре, им так теплее будет. Не ищи меня, богатый, ты не мил моей душе. Что мне твои палаты с милым рай в шалаше? Тиго-тиго-тиго-тиго, вы гуськи мои домой. Чё? Это, между прочим, был хит в начале 19 века. Ого. Я только слышала фразу, знаешь, с милым райом и в шалаше, вот так вот говорят. Ну, типа, ты что, не слышала эту фразу? Ну, знаешь, что когда, там, не надо стремиться к материальному, лучше скачать человека по духу, с милым райом и в шалаше, этой серии, знаешь. Ну, как бы, с одной стороны, нормально, как бы, но я все время в шалаше не очень прикольно. Вот если вы вместе добиваетесь, как бы, чтобы из шалаша приехать хотя бы в домик, это уже, как бы, получше будет. Ооо. Ооо. Надо им христианных дать. Нет, надо им женских расходников найти. А что, есть такие? Я не знаю, может... Они вроде бесполые вообще. Может, у них будут бантики на голове и губки накрашенные? Поэтому... Ооо. Ооо. Я же имел в виду добавить каждому расходнику к расходнику. Смотри, отсылка на фильм «Душа». «Ночных бабочек». Видишь? Да, душа. «Свободу духу». С такими барышнями вы меня сейчас вместе к перебесной купите. Ну ладно, уже поняли им, оставьте. А то скоро помрут. Все снова. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. В синем небе звезды блещут. Так. Бла-бла-бла-бла-бла. Бочка по морю плывет. Ага. Бла-бла-бла-бла-бла. День прошел, царица вопит. А дитя волну торопит. Так. Ага. Получается ночь. Там дитя такой серий какой-то просто флексил. Давай, что типа серий «Я волна». Волна пускала. «Ну, а я волна». Провели пусть этак часов пять. Как мы там не задохнулись. Вечера этак часов десяти. А еще шиптунов. Там уже дырочки какие-то были. Шиптунов напускаешь вообще. Так да, вообще же. Ну кто-то нас срет в подгузы там вообще. Итого 15 часов в бочке. И не задохнулись. Самая большая бочка в мире была сделана из дуба для выдержки вина в 1751 году. Для ее изготовления пришлось завалить 130 дубов-колдунов. Размер бочки около четырех метров в диаметре и более пятнадцати метров в высоту. О, это какая она. Как дом? Да. Как дом? Как какой-то двухэтажный? Не, подожди. Пятнадцатый прям вообще высоко, да. Это как несколькоэтажный дом получается. Конкретно. Здоровая. Так, человеку для дыхания нужно около 12 тысяч литров воздуха в сутки. Получается, если бы царицу с сыном посадили в гентельбергскую бочку, то они могли бы дышать там около недели. Ну, такое нормально, да. Но бочка явно была меньше. И для 15 часов рейдания им потребовалась бы бочка размером где-то... Так-так-так-так-так-так-так-так... 20 метров кубических. Если мы представим, что в сказке речь идет о бочке, диаметр которой полтора метра, то длина такой бочки должна была быть 11 метров. Ну, это прям какой-то уже капсула люкс. Алло, Шурик. Да, это я. Ты когда сказку о царе Салтане писал, расчеты и бочки делал? А, да сказка о царе Салтане. То, что типа родила царица в ночь, не ту сыну, не ту дочь. Это, видимо, вот это. Ну, кто поверит в сказку, если там будет флешной обман и неправда? Короче, я все рассчитал, слушай варианты. И царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, кислород в баллонах дали, засмолили, покатили и пустили в океан. Вот, добавить с царадом. Отлично, слушай еще вариант. И царицу в тот же час в 40-футовый морской контейнер посадили, засмолили, погрузили и пустили в океан. Ну, какой тебе вариант больше нравится? Твой. Да с твоей бочкой у тебя сказка закончится на словах. А потом найдется какой-нибудь долбек и будет делать сказка грехи на сказке Пушкина, что если бы их посадили в такую бочку, они бы задохнулись. Но он, по сути, гнус это и сделал. Может, конечно, там щельки какие-нибудь есть, но тогда бы они утонули. Там же вода бы проливалась. Они же это специально засмолили, чтобы она была герметичная. Словно горькая водица. Бьется от удужья в день царица, и ребенок не поймет, почему он больше не орет. Не веришь? Хорошо, я тебе как-нибудь покажу. Так, что я вижу? Стиральные машины, телефоны, холодильники, телевизор, вроде бытовуха. Ну, все ясно, пошло все по накатанной. А на духовную свободу все большую жирную бочку положили. Все, девочки, вы можете быть свободны. Систенки, а вы расходников по двое в бочках запечатайте и отвезите к морю. Мы из них наглядное пособие организуем для творческих личностей. Бедные расходники. Да, Дягин, слушаю тебя. Нет, у меня прям с самого начала не получилось жить без пафоса. Да, я пытался, честно. А у тебя как дела? Получается в наших условиях? Пример с колокольчиками? Ну, потерпи немного, сейчас подойдут бравые ребята, они тебя быстро оторвут резиновыми дубинками от мусорного бака. И главное, про смысл жизни не рассказывай. Я не думаю, что им интересно это слушать в центре Москвы. Что значит, ты не подписывался на такое? Ну, знаешь, в стране без зимы и полиции я тоже могу философствовать на тему жизни в бочке. Давай, собери свой весь свободный дух и подписывайся. Мне кажется, конечно, максимально странным отказываться от всех достижений цивилизации и просто уверенно себе ухудшать жизнь. Ну, как бы я знаю пример людей, которые, знаешь, тоже не хотят жить с отцома. Они, знаешь... Но они же не живут в бочке, они уходят в лес, строят себе избушку какую-то. Я видел фильмы документально оборудовательных людей. Отшельников, да? Да, отшельников. Они как-то не полностью отказываются, знаешь? Они себе проводят что-то. Чуть-чуть телефон можно использовать. Может, электричество могут себе провести. Просто они как бы сами себе выращивают еду, там, продуктами сами себе снабжают. Мне кажется, они просто боятся города. Не то, что каких-то цивилизаций, в принципе, город этого всего. Может, мне нравится, в принципе, что много людей вокруг, знаешь, кого-то это очень давит. Может быть, они хотят жить в чистой экологии, знаешь, там, что выходишь, солнышко рассупонилось, лес такой растет рядом, воздухо вдохнул, клеща на попу поймал такой и прекрасно пошел. Вот, может быть, так. Но я знаю по себе. Для меня прям невозможно было бы так жить, потому что, я скажу больше, я сейчас... Прозвучит, конечно, как будто я суперпопендрежница, но для меня это лично так. Я девочка городская и всю жизнь прожила в городе, и в деревню только выезжала буквально на несколько часов. И для меня самое ужасное – это сельский туалет. Короче, потому что там нет света. Я полжизни хотел в сельский туалет, сколько жил. Там нет света, там нет смывашки, там воняет говно, и понимаешь, там газеткой попу потирать. А когда тебе еще такой вот... Бульк и отдача такая. А там вековое говнее, которое там от всех, от бабушки, от дедушки. Вековое такое... Прохлана такая, освежаясь. И мурашки пошли. Нет, нет, конечно, все свои делишки, знаешь, бывают там такие ситуации, когда в лесу приходится сесть под кустик и все такое, но это как бы экстренные. А вот на постоянке, конечно... Можете сказать, что Алина, ты зажралась? Зажралась ты. Алина, зажралась. Ну, я знаю. Ну, неважно. Я просто про то, что вот каждый увидит свой уровень комфорта. Есть люди, которым как бы нормальное перелучение сидеть, печкой топиться и гуд. Ну, вот, когда ты все-таки уже попробовал такие всякие крутые вещи, как... Может, нет, может, иногда так прикольно. Знаешь, так на несколько дней... Как поживание. Так, знаешь, как такой эксперимент для себя. Декает, декает такой, да, такой... Да, но если постоянно... Но постоянно нет, однозначно нет. Полностью бросаешь всю цивилизацию и идешь куда-нибудь... Это не для меня. ...в джунгли, разводишь костер, делаешь палатку и все живешь. И бегаешь там за кем-нибудь кабанами, чтобы хоть что-то поесть. Надеюсь, кабаны. Будем в итоге червяков, как Тимона Пумба, выколупывать из деревьев и есть. Потому что как ты кабана поймаешь? Надо же все эти орудия делать. Ну, вообще, мне нравится наблюдать было. Так я смотрел Биар Грилза, Эд Стаффор, как они выживали. Было так интересно. Я тоже хотел так попробовать. Так прикольно, слушай, жучков едят, так целую неделю там вот такие... Съел бы ты жучка, а потом пронесло бы тебе под кустом было бы, он бы вытирал, да? Да, да. Потому что можно и заболеть, и все что угодно. Легко, наизи. Короче, мы за цивилизацию. Мы за цивилизацию. А если тебе понравился ролик, ты можешь поставить лайк, Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может лучше это? Сложный выбор.